Я считаю, что это безобразие, потому что контроль должен быть не только военных, но и тех же матерей. Я думаю, что это не единичный случай. Просто многие случаи не доводятся до смерти. Матери растят, а потом дети погибают. Это безобразие. Командеры должны обеспечивать порядок и работу. Если крепкое командование, значит, не было нарушений, неуставные взаимоотношения. Неуставные отношения были, если останутся, но если командир соображает, что он делает, и все это на позитиве, то и солдаты слушаются, и не вешаются. Человек вешается по каким-то определенным причинам. Либо неуставные, либо девушка бросила. Но раз девушка не бросила, значит неуставные. Я думаю, что молодежь сейчас не готова к сложностям в жизни. Многие люди не воспринимают критику адекватно, не воспринимают какие-то замечания в свой адрес. Ну и сложности, плюс, конечно, в армии сложно. Все зрозумели, что военная система в Беларуси мае шмот хибаў. Треба не шукаць помылки и выправляць систему цалкам, а не шукаць как бы когось одного виновного. Я лисчу, что гэта група людей, командиры, офицеры, які, ну, допустили такое, довели вось так, людей до такого стана. Ну то, что человек погиб, плохо. К армии отношусь хорошо. Сказать, что там что-то плохо, если б знал, сказал бы. Но так как не знаю, ничё не могу сказать. Ну, скажем так, офицер запаса. В советской армии этого не было. Всё это домыслы, происк империалистов. Я думаю, виновато руководство, конечно. Они же не на небе, они всё-таки участвуют в этом процессе тоже. И какие-то слухи доходят, тем более жаловались родители, как мы читали. Очень жаль, мы очень сочувствуем и соболезную матери погибшему. Вы себя отправите в армию служить? Ну, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы он не пошёл в армию. Солдаты, люди в этом виноваты. И служба. Я как призывник, поэтому, да, я... Пойдёте в армию служить? Не хотелось бы, конечно. Мне кажется, что это должно измениться, потому что так долго не может продолжаться. У кого-то должно терпение лопнуть. Служба в армии — это не вся жизнь. Это год, полтора, два, кому сколько. По жизни обязательно судьба сведёт этих людей. Я больше, чем уверен. Просто так не может это остаться. И потом уже второй раз, когда нас ведёт их, неизвестно, кто будет на какой ступеньке. Кто будет старше по званию, а кто будет ниже по званию.